Продолжение следует... 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 Да? А откуда ты? Не ходи. Почему? Что за бред? Послушай, это не бред. Ты подвергаешь опасности не только себя, но и всех нас. Мам, давай потом, потом поговорим. Хорошо? Здравствуй, Даша. Здравствуй, Боря. Боря, мне нужно, чтобы ты мне рассказал все, что знаешь про Иваненко. Ну, как ты понимаешь, про живого Иваненко я мало что могу рассказать, поскольку знакомлюсь с людьми в основном после их смерти. Это я понимаю. Так что ты понимаешь, что я нарушаю все должностные инструкции, поэтому не повторить, не подтвердить своих слов я не смогу. Угу. Ну, ты жена, прости, того Антона, и я хочу тебе помочь, чем смогу, поэтому спрашивай, что тебя интересует? Мне нужно твое квалифицированное заключение о смерти Иваненко. Все, что ты знаешь. Ну, картина примерно такая. Его достали из воды, с обрывком веревки на шее, и предполагается, что к ней был привязан камень. Ну, камня не нашли. Но это не значит, что камня или какого-нибудь другого тяжелого предмета не было. То есть, ты думаешь, что предмет был настолько приметный, что его просто не захотели найти? Думаю. Но не утверждаю. На руках ссадины. Ногти обломанные. Скорее всего, он хотел развязать узел. Он тут намок, разбух и не поддался. Развязать узел? То есть, он не хотел топиться? Его… Нет. Ничего это не значит. Самоубийцы тоже в последний момент инстинктивно борются за жизнь. Может, он просто по пьяному делу решил свести счеты с жизнью? К крови, алкоголя не было. Но я обнаружил остатки каннабиоидов. Наркоман? Ну, каннабиоиды гарантированно в течение недели остаются в крови. Поэтому не факт, что он был в момент смерти в состоянии наркотического опьянения. Тайно наркоману он не похож. Может, покурил он иногда. Что еще? Ну, не знаю, насколько тебе будет это интересно. Он был аллергиком. При этом список аллергенов достаточно большой. Три года назад ему вырезали аппендицит. Геморрой, плоскостопие, проблему с сердцем. А, а еще я обнаружил еле заметную гематому на мышцах брюшной полости, в районе печени. Его били? Тоже не факт. Он мог во время падения, или когда топился, просто удариться. Ну, пожалуй, все. Ладно, Борь, спасибо большое. Пойду. Да, ты иди, а я еще посижу здесь. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы тот самый новый следователь из столицы, да? Допустим. Угу. Очень приятно. Дело в том, что тут народ интересуется. По какому поводу эти все ограничения и как долго они продлятся? Так это вопрос не ко мне. Это ж ваше ведомство наложило ограничения. А нам ничего не говорят. Угу. Слушайте, ну, может быть, какие-то акцизы новые или пошлины, или, может, новые сертификаты? Может, акцизы, может, пошлины, может, сертификаты новые. Понятно. Спасибо. Не за что. Да, мам, я возле кафе «Лиман». Можем пообедать вместе, заодно и поговорим. Ага. Закажи мне что-нибудь. Я скоро. Здравствуйте. Мне столик на двоих. Можно? Пожалуйста, присаживайтесь сюда. Спасибо. Алло. Дарья Грин? Да, все верно. Я вас слушаю. Здравствуйте. Я знаю, вы интересуетесь смертью Иваненко? Предположим. А с кем я говорю? Моя фамилия Задорожный. Я дружил с Иваненко и знаю, кто и за что убил его. Продолжайте. Он раскопал историю с заниженными инвойсами, и у меня есть доказательства. Мы можем встретиться, скажем, через полтора часа. У фонтана. Через полтора часа. Я буду в красной куртке, и я сам к вам подойду. Если меня не будет больше получаса, уезжайте. Продолжайте. Спасибо. О! Ты еще ничего не заказала? Тогда мне, Цезарь. Мне тоже. Держись. Ну, давай. Рассказывай. Чего мне делать, не следует. Можно подумать, я тебя всю жизнь во всем ограничивала, да? Да. Но сейчас не об этом. Ну, не нужно тебе заниматься этими расследованиями в порту. Антона убили. Я за тебя боюсь. Раньше ты говорила, что его убили за его темные делишки. А, ну, другого не исключает. Вот он с ума нос куда не нужно и получил по заслугам. Вот именно. Возможно, его убили те, кого он хотел разоблачить. Я хочу это доказать. О профессии вспомнила. А не нужно было сидеть на одном месте, Сиднем. Уже б давно главным редактором была бы. И не бегала бы сейчас в поисках работы. Спасибо. Спасибо. Мам, не начинай. А что, не начинай? И вообще, что ты предлагаешь мне делать? А нужно было за Польского послушать. И в столице перебираться. Ну, конечно. Бросить дом, жизнь здесь. Переехать и жить на иждивение. И все время ждать от кого-то помощи. Ну, уж нет. Ну, дурочка. Надо же с чего-то начинать. Ладно. Расскажи мне лучше. Откуда ты знаешь про расследование в Порту? Есть у меня один знакомый человек. Умный. Заботливый. Он сказал. Ну, так ты передай своему знакомому, что его задача заботиться о тебе, а не обо мне. Крутая стала, да? Умная. А кругом все дураки. Вообще-то, я не это имела в виду. Ладно. Приятного аппетита. Ощущение, что ты готовился к своей смерти, никаких следов не оставила. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лиза, зайди в бухгалтерию. Лиза, скажи, что я вечером завезу деньги. Что? А, нет, деньги пока не нашла. Но думаю, занять у бабушки или машину продам. А разве уже есть покупатель? Пока нет. Надо снизить цену и сразу уйдет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куда это он? Не знаю. Может, в туалет. Очень вкусно. Спасибо. Да уж, нашел время поиграться. Класс. Класс. Ничего себе. Ты где их взял? Украл? Да, украл. Быстро взял и вернул хозяину. Мам. Никаких мам. Ты что думал, я возьму краденные деньги? Ничего я не думал. Это я украл из папиного сейфа. Че ты врешь? Сейф уже давно пустой. Все своровано до нас. Лиза, что ты несешь? А ты не понимаешь? Он их украл до того, как нас ограбили. Да, уже, конечно, братец. А че мы еще про тебя не знаем, а? Лиза, это не смешно. Ладно, все. Ты хоть в школу едешь, медвежатник? Ты с профессией уже определился, а? Лиза, это не смешно. Я же сказала, не звоните мне больше и не появляйтесь. Видеть вас не хочу. Да кому надо? Я вот что. Дарья Юрьевна, хочу вам дать дельный совет. Он и нервы вам, и жизнь бережет. И не только вам. Кто вы такой? Это не важно. Откуда у вас мой номер? И это не важно. Да что, сто раз к ней играть? Важно другое. У вас же двое детей, правильно? Так вот, если вы не перестанете совать нос в чужие дела, с ними может случиться несчастье, особенно с Лизой. Она же у вас такая доверчивая. Не трогайте моих детей, слышите? Дарья Юрьевна, к сожалению, не могу вас пропустить. Дарья Юрьевна, к сожалению, не могу вас пропустить. Почему? Ваш пропуск аннулирован. Аннулирован? Кем? Лично в начале компорта Портновым. И я этому рад. Рад? Да. Я работал с Антономом Сергеевичем. Я считаю его, считал очень хорошим человеком. Поэтому я не хочу, чтобы вы лезли в это змеиное гнездо. А расскажете что-нибудь об этом змеином гнезде? У меня семья, дети. Извините. Соедините с начальником Порта? Пресса. Это Дарья Грин. Вы хотите, чтобы завтра вышла статья о том, что вы участвовали в преступных схемах в Порту? Угу. Да. Может, не стоит? Благодарю. Дарья Юрьевна, вам сюда нельзя. Ну, чё ты? Скоро? Да мне ещё один урок. Тогда я домой поеду. А вообще-то мама сказала дождаться её здесь. Я чё, маленький? А кто? Сам дойду. Дарья Юрьевна, вам сюда нельзя. Вы меня знаете? Конечно. Вы вдова начальника, простите, Антона Сергеевича. Угу. Хорошо. А как же мне попасть туда официально? Через Гололобова, начальника таможни. Там надо написать заявление, указать причины. Но я вам не советую. Но я вам не советую. Почему? Покойный Антон Сергеевич хорошо к нам относился. Многим помогал. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности. Хорошо, поняла. Спасибо. Простите, а вы, а вы знаете Задорожного? Знаю. Но сегодня я его на работе не видел. Слышишь, пионер? Иди сюда. Тебя как звать? Герман. Герман? Герман, хочешь денег заработать? Да, хочу. Отнеси, пожалуйста, вот этот пакет. Тридцать пятый дом, восьмую квартиру. Это что, наркотики? Не, я этим не занимаюсь. Ты что? Какие наркотики? Это лекарство. А почему тогда сам мне отнесешь? Понимаешь, у меня друг болеет. А у нее жена ведьма. Она меня терпеть не может. Боюсь, дверь мне не откроет. А предоплата будет? Конечно. Конечно. Вот. Все там. Спасибо большое. Давай. Давай. Закрыто на оба замка. Похоже, Германа нет дома. Набирай. Че тебе пацан? Меня просили передать вам, пока ваша жена не видит. Какая жена? Чья жена? Ну, ваша жена. А, моя жена. Так заходи. Да не, у меня нет времени. Мне только… Почему? Чего? Есть время. Заходи. Чайку попьем. Давай поговорим. Проходи. Садись. А. Можно? Спасибо. Так. Сейчас я забабахаю чайку. Не отвечу этому. Мам, ну ты че? Ну, заболтался с кем? С кем не бывает. Есть же захочет, точно придет. Кто звонит? Э, сестра моя. Точно? Ну, да. Это ее номер. Ах ты, штукач, ментов привел. Ну, держись. В смысле? В смысле? В каких ментов? Теперь тебе ничего не поможет. Ой, извините. Ну, куда ты? Ну, что ж ты? Ты смотри. Справился пионер. Алло, Лиз, че звонила? Ты вообще где? Мы с мамой тебя обыскались. Алло. Да я к пацанам зашел. Когда домой? Да уже иду. Давай. Че так тяжело дышишь-то? Да влюбился. Дуран, давай быстрее. Мать не нервничает. Хорошо. Давай все, давай. Что это? Водка из таможенного склада. Водка? А на кой? На нам? Я не знаю. Водитель сказал, прямо здесь разгрузится. В аппарату. Тут водку вернули со СВХ. Что нам с ней делать? Выжрать все до вечера. А что с ней делать? Идиоты. Ну, конечно же, все разгрузить на склад. И побыстрее. Понял. Понял. Я скоро буду. Лично все проверю. Мам, я на танце. Что? Сейчас узнаешь. Ерман. Ты что, не получил мое СМС? Какое СМС? Я просила тебя дождаться меня в школе. А, ну, так последний урок отменили. И мне ждать тебя целый час. Я прошу тебя. Делать так, как я говорю. Потому что говорю я это не просто так. Мам, ну я что, маленький? Где ты был? Ну, там с пацанами одну тему перетерли. Что? Перетерли тему? Что за язык такой? Ты что, уголовник, что ли? Мам, это сленг. Так сейчас все разговаривают. Кто все так говорят? Я так говорю. В моем окружении так кто-то говорит. Ну, молодежь так разговаривает. Молодежь. Ладно, все, иди. Мой руки и за стол садись. Угу, окей. Привет. Чего так долго? Извини, брат запропастился. Мать нервничает, пришлось ее ждать. Пойдем. В зоне прилета вас будет встречать господин Гюлер. Спасибо. Он отправит вас в гостиницу. Спасибо. И будет сопровождать во время выступлений. Возникнут вопросы к нему. Все понятно? Спасибо. Спасибо. Пожалуй, пора. Спасибо. Спасибо. Люпа, а вы не остаетесь на тренировку? А у нас в Стамбуле выступление. Нам и деньги за это заплатят. А помнишь, как мы классно в прошлом году выступили в Болгарии? Нас же турки тогда и заметили. Ладно, девчонки, мы побежали. Давайте. Удачи. Ну, а ты тренируйся. Может быть, и тебя куда-нибудь возьмут. Мам, а это правда, что наш папа вор? Ну, вернее, был вором. С чего ты взял? Ну, мне в школе говорили, что папа обокрыл порт на десять миллионов долларов. Глупости. Ваш папа был хорошим человеком. Просто, когда человек умирает, все воровство, которое происходило вокруг него, пытаются повесить на него. Ваш папа боролся с этим как мог, но не совсем смог справиться. Его убили только из-за того, что он боролся с воровством? Не знаю. Может быть. Просто теперь его смертью пользуются нечестные люди. Получается, если он не справился, страдаем теперь мы? Страдаем? Ну, да. Если он вор, то у нас много денег. А мы прикидываемся, что мы бедные. Ну, во-первых, мы не прикидываемся. Во-вторых, мы не бедные. Просто теперь немножко сложнее будет жить. Ну, у нас прекрасный дом. Я, наконец, нашла нормальную работу. Значит, на учебу, еду и одежду я вам заработаю. Мам. Тебе будет трудно. Ну, ничего. Справимся. Главное, вы сделайте так, чтобы все это было не напрасно. Учитесь хорошо. Открой мне этот ящик. У вас есть какая-нибудь тарелка? Ну, емкость какая-нибудь. Принеси. Принеси тарелку. Угу. Вот. Чище не было? Выйдите все. Выйдите все. Угу. 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 Ну, тогда Яша. Еще подруга называется. Ничего мне не сказала, что спала с этим мерзавцем. А ты лучше? Ты что-то мне сказала, ты шифровалась. Так это было пять лет назад. Черт знает когда вообще. У меня это тоже было пять лет назад. Может, что с нами обеими одновременно? Вот гад, а. А представляешь, когдашке после стольких лет узнать все это дерьмо. А потому что мы вечно влюбляемся, как дуры, а эти козлы пользуются нами. Угу. Мне вот только интересно, кто мог нас снимать? Я с Антоном точно была одна. Так я тоже одна. Или ты думаешь, я весь форт туда привела? Ну, тогда кто? Непонятно. Не знаю, но нужно как-то помириться с Дашкой. Ты думаешь, она простит? Ну, она добрая. Да, добрая, добрая. Так нас футбольнуло. Ни один мускул на лице не дрогает. Ну, а ты как бы поступила на ее месте. Ты не любитель. Хорошо, надо попробовать с ней поговорить. Давай, Шлюшка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получай! Это тебе привет от Карецкого! Просил передать, чтобы ты забрал свое дерьмо и вернул его товар. Понял? Пойдем. Отдыхай, дедуля. Что надо? Слушай, я здесь подумала, может, нам тоже работу подыскать, а? Хорошая мысль. Какую? Да не знаю. Ну, мне в школе наркоту предлагали продавать. А ты что? Ты что, дура? Конечно отказался. Я про нормальную работу, ты что? Вот какую? Ну, мойка есть. Там как раз новые вакансии добавили. И тебе по-взрослому, а ты? Ладно. Безусловно, проверки правоохранительных органов могли бы пролить свет на причины, по которым руководство порта и таможни смотрит сквозь пальцы на заниженные инвуисы. Но, видимо, нашим правоохранительным органам по каким-то причинам не интересны экономические преступления, так же, как не интересны отцам города. Прошу разрешить доступ на СВХ сотруднику газеты «Черноморский вестник». Т.К. Не боись, это я. Что-то ты неважно выглядишь. Что случилось? С кровати упал. Так, а если серьёзно? А если серьёзно? Нашлись добрые люди. Встретили по одёжке. А проводили? Чуть похуже. Так, ну что, давай искать этих добрых людей? А чё их искать? Они привет от Корецкого передали. А причём здесь Корецкий? Мы же ему всё отдали. А ты извилинами пошевели. Это что получается? Отдали не то или не полностью? Вот именно. Значит, там было что-то более ценное, чем водка. Именно. Так, а что у нас вариантов-то? Наркота, либо… Ну, это уж по твоей части, товарищ полковник. Йогурт будешь? Да, кто там? Извините, что разбудил? Посылку передали. Ну, хорошо. Присаживайся. Говори. Говори. Предлагаю перейти на более жёсткие меры. Ну, раз Дарья Грин не понимает по-хорошему, то… Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Попугать можно. Даже мать потихоньку. Ну, аккуратненько, аккуратненько. Вдруг у неё в столице какие-нибудь связи? Старинный друг погибших родителей Антона и… Ну… Всё? Всё. Вот это-то меня и беспокоит. Всё закрутилось в слишком тугой узел, понимаешь? Очень тугой. Да. Чё там? Да. Журнал откуда? В дежурке оставили, как обычно. TB- sì – что ли? Утям в России прибыл от глядах. Мне опять к начальнику звонить? Проходите. Здравствуйте. 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 Проходите. Здравствуйте. Вам чего? Я из газеты «Черноморский вестник». Мы присылали вам письмо. А, да-да. Вот оно. Отказать? А причина? Ну, про это я ничего не знаю. Да это и не мое дело. Скажите, пожалуйста, а Владимир Анатольевич у себя? Его нет. Понятно. Тогда, может, вы что-то знаете о причине остановки экспорта крепкого алкоголя? Девушка, вам самой жить надоело? Вы еще кого-то с собой прихватить решили? О чем-то вы? Ни о чем. Девушка, я ухожу на обед. Уйдите, пожалуйста. Ой, Дашка, привет. Какими судьбами? Ну, прости меня, пожалуйста. Молодая была дура. По пьяни случилось. Как ты могла скрывать-то от меня столько лет? Ну, а как я? Как бы я призналась? Я боялась тебя потом потерять. Ну, прости меня, бес попутала. Я бы сказала, что тебя попутала. Ладно, черт с тобой, забыли. Дашка, ладно, жди меня на улице, я сейчас прибегу. Ладно. Девушка, дайте мне документы. А, да-да, вот они. Прекрасно, спасибо. Пожалуйста. Даша! Даша, подожди, пожалуйста. Слушай, у нас тут в порту такое после смерти Антона творится. Ну, всех собак, естественно, повесили на него. Как будто он всем тут заправлял. Все же знают, что тут замешано и все начальство, и полиция. Даша, я… Вот. Вот декларация. Смотри, цену. Пять центов. Может, столько стоить водка. А вот та же водка. Нормальная декларация. Пятьдесят центов. Понимаешь? Да. На, возьми. Я вечером зайду. Ну… Да заходи уже. И вторую эту потаскушку захвати. Спасибо тебе, Дашка. Ну все, до встречи. Давай. Ого. Дарья Юрьевна, а куда подевались ваши манеры? Что это такое? Простите, а вы прочитали статью, я вам вчера отправила? Да, прочитал. Хорошо написано, но мало фактов. Одни домыслы и предположения. Вот те самые факты, которых не хватало. Ну что, молодцы ребята. Хорошо устроились. Ну что, срочно в номер? И не подумаю. Почему? Вы название фирмы видели? Нуклеартрейд. Знаете, кому принадлежит? Не знаю и знать не хочу. Какая разница? Это Карецкий. Авторитетный бизнесмен, как теперь говорят. Личность, сколь оригинальная, столь же и опасная. Пропал один свидетель. Близкий друг Иваненко. Его похитили на моих глазах. И что? Его больше нигде не видели. Ни дома, ни на работе. Он нигде не появлялся. Полиции вообще все равно. Ну так тем более не стоит в это лезть. Вы боитесь? Боюсь? Еще как боюсь! У меня внуки. Но у них есть родители. Если со мной что-нибудь случится, будет кому о них позаботиться. А у вас? Дети. Случись с вами что? С кем они останутся? Вот так-то. Алло. Привет. Я соскучился. Может встретимся? Чего вдруг? Ты же был сильно занят. Да, но, короче, я понял, что мне без тебя очень сильно плохо. Давай встретимся, поговорим, обсудим все. Не сегодня. Завтра тогда? Я подумаю. Хорошо. Я тогда тебе наберу? Угу. 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 ЛАЙ СОБАК Тихо! Тихо! Давайте, с вами все в порядке? Уезжайте отсюда быстрее! Давайте, давайте! А ну, пошли отсюда! Ваню! Субтитры сделал DimaTorzok